МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. У природы нет плохой погоды, когда в Саров придёт похолодание. Как подготовиться к школе и детям, и взрослым? Наша съёмочная группа спросила совет у психолога. Для будущих программистов и танцоров Молодёжный центр объявил набор на новый учебный год. Далее расскажем обо всём подробно. Рособорнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году. С 1 марта по 25 марта 10-классники будут сдавать географию, 11-классники – историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки. Но писать ли в принципе ВПР тем, кто заканчивает 10-11 классы, будут решать сами школы. Также самостоятельно они будут определять конкретные даты для каждого класса и предметы. Если школа решит проводить работы для 11-х классов, то предметы не должны совпадать с теми, которые ребята выбрали для сдачи на ЕГЭ. Впервые в новом учебном году ВПР по двум обязательным предметам и двум выбранным случайно будут сдавать ученики 7-х классов. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, всероссийские проверочные работы нужны для оценки знаний, а не для рейтингов школ. ВПР – это итоговая контрольная работа по единым стандартам, которую проводит образовательная организация. Она нужна прежде всего для учителя и делать рейтинг школ. По итогам ВПР – недопустимо. Полное расписание всероссийских проверочных работ есть на сайте Рособорнадзора. В последние дни жара бьет все новые и новые рекорды. Столбики термометров днем поднимаются до 36 градусов. Многие с надеждой смотрят прогноз погоды, ожидая, когда придет похолодание. Синоптики обнадеживают. Уже в воскресенье жара начнет потихоньку спадать. Что еще готовит нам август и каким, возможно, будет сентябрь? Расскажем далее. Лето – прощай. Гидромедцентр сообщает, что в центральной части России осень начнется раньше 1 сентября. Уже через несколько дней наступит похолодание. Среднесуточная температура не поднимется выше 15 градусов. С этого момента возвращение лета уже можно не ждать. Метеорологи началом осени считают понижение среднесуточной температуры до 15 градусов. Это случается как раз в 20-х числах августа. На следующей неделе, 24-25 августа, в Москве обещают уже 16 градусов днем и 11 ночью. Зато на юге еще можно будет отдохнуть. В конце августа и в сентябре там погода порадует теплом. Специалисты обещают хорошую погоду в Краснодарском крае и в Крыму. Так что еще можно успеть съездить на море. Любая перемена погоды в сторону жары или холода – всегда стресс для организма. Это требует серьезной адаптации иммунной системы. Осенью она наиболее уязвима перед различными вирусами. Аномальная жара также негативно влияет на здоровье людей. Конечно, влияет. Очень жарко. Очень. Так что стараемся. Вот идем через парк. Очень тяжело. Возраст у меня уже большой. Мне тяжко. Да как будто ничего. Лето принесло. Кому как, конечно. Так-то хорошо. И тепло – это всегда хорошо. Ну и нужен дождик. Дождя мало было. Туда-сюда. Все так. Все хорошо. Все замечательно. Все отлично. Ну да. Вялость и давление бывает. Все. Плохо. И дети каприсничают даже от жары. Чтобы легче перенести последние жаркие дни, нужно соблюдать несколько несложных правил. Пить побольше чистой воды. Надевать легкую одежду свободного кроя и светлых тонов. Брать с собой головной убор и стараться не выходить под палящие лучи во время активного солнца с 11 до 16 часов. По прогнозам специалистов, температура будет расти из года в год. Теперь лето обещают более жарким, а межсезонье и зимы – теплее, чем это было раньше. Главная причина – изменение климата. Людям придется учиться жить в новых погодных условиях. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Для зрителей старше 16 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 20 августа и до окончания сезона на протяжку будет ходить автобус 5С. Утром он будет выезжать с автостанции. В 10.30 собирает людей по городу по своему обычному маршруту. Заезжает в Союз и отвозит людей на протяжку. Вечерний рейс будет отправляться от автостанции в 18.20. Забирает людей с протяжки, заезжает в Союз и далее ехать по городу по своему обычному маршруту. За движением этого и других автобусов в режиме онлайн можно наблюдать на портале умный сыров. С 1 июня в Нижегородской области утонуло 69 человек, в том числе 9 детей. Все случаи гибели людей зарегистрированы на необорудованных пляжах. Спасатели предупреждают, нельзя купаться в неизвестных и непредназначенных для этого водоемах. Родители ни в коем случае не должны оставлять детей без присмотра. На оборудованных пляжах не стоит заплывать за буйки или другие ограничительные знаки. Началось строительство южного обхода Арзамаса, как сообщили в автономной некоммерческой дирекции. Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера в настоящее время на объекте идут подготовительные работы. Подрядчик устраивает временные подъездные пути, проводит геодезические изыскания. Строительство автомобильной дороги – очередной этап в развитии паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеевы-Саров. Заказчиком проекта выступает Главное управление автомобильных дорог по поручению регионального Минтранса. Протяженность будущей двухполосной дороги составит почти 9,5 километров. Завершить ее строительство планируют в 2023 году. Спутник ВИМ модифицировали для борьбы против штамма коронавируса Дельта. Руководитель Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинсбург подчеркнул, что в холодильнике уже находится сделанная конструкция вакцины. Но добавил, что пока рано говорить о степени эффективности нового варианта препарата. Все начали делать вакцину на основе последовательности Дельта-штамма. А будет ли она лучше уже существующих препаратов против Дельта-штамма, априори никто сказать не может, отметил Гинсбург в интервью Интерфакс. Он также добавил, что спутник Лайт может послужить бустером для увеличения эффективности вакцины компании Pfizer-BioTech от штамма Дельта. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины спутник ВИ против Дельта-штамма коронавирусной инфекции составляет примерно 83%. По его словам, препарат более чем на 95% защищает против тяжелых случаев COVID-19. Вакцина остается эффективной и продолжает работать, отметил министр. За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 058 новых случаев заражения коронавирусом. 501 из них в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 8 человек. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии, один в легкой степени, остальные в средней степени тяжести. Совсем скоро школы нашего города распахнут свои двери для сотен первоклассников. Для этих детей начнется новый этап жизни. Как сделать так, чтобы процесс привыкания к новым условиям был легким и безболезненным как для ребенка, так и для его родителей? Расслабиться. Необычный совет дает психолог Мария Самодолова родителям, чьи дети в этом году впервые переступят порог школы. Отличные оценки победы в различных конкурсах и олимпиадах – это не главное в жизни. Гораздо важнее любовь, привязанность и доверие между детьми и родителями. Ребенок, который знает, что его любят не за хорошее поведение и оценки, будет открыт миру и добьется успеха без принуждения. Прежде всего, родителям нужно задуматься, почему им самим важна школа. Как школа проходила у них, у самих, и что им именно важно. Есть ли оценочная зависимость, или почему им важен успех ребенка. И будут ли они любить ребенка без этого успеха. Потому что обычно волнуются родители те, которым как раз успех очень необходим. Родителям в первую очередь нужно подумать о себе и попытаться решить проблему со своим внутренним состоянием. Счастливые дети всегда у счастливых родителей. Мама и папа нужны детям в первую очередь для того, чтобы открыть им двери в большой мир, подсказать направление. И если мы мир ощущаем как небезопасный, если мы боимся сами быть неуспешны, если мы не принимаем самих себя из-за любой какой-то ошибки своей, не даем себе самому сделать ошибку, то, конечно, ребенок будет так же воспринимать мир. То есть решать проблему у себя, прежде всего. Помимо внутреннего настроя родителя, Мария советует настроить и детей. В оставшиеся до школы дни уделить время, чтобы привести ребенка к школе, показать ему, где он будет учиться. Вспомнить и рассказать забавные истории из своей школьной жизни. Можно пообщаться с новыми одноклассниками. Классно будет, если большая часть из садика переходит в класс, но можно договориться с родителями сейчас уже в общий чат, это легко сделать. И пообщаться уже в такой неформальной обстановке. Если родители дружатся, дети тоже будут видеть, что они в добрых руках, в добром обществе. В любом случае чаще разговаривайте с своим ребенком. Обнимайте, хвалите его и обращайте внимание на успехи, а не на промахи. С 1 марта 2022 года кинотеатры в России будут работать по новым правилам. Прежняя редакция не менялась в течение 25 лет и устарела. Кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Таким образом, зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс. Также можно будет получить информацию о технических характеристиках залов в ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария. Кинотеатры будут информировать о фильмах текущего репертуара, возрастных ограничениях, о наличии фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения. Также будет введен запрет на пронос в зал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ. В Школьном Мир 16 стартовала ежегодная благотворительная акция «Дети вместо цветов». Вместо того, чтобы покупать учителю большой букет, ребята и их родители направляют эти деньги на подарки для маленьких пациентов с онкологией, которые лежат в детской областной больнице. Подробнее об акции расскажем далее. 1 сентября у многих из нас ассоциируется с торжественными линейками, парадной одеждой и охапками букетов для учителей. Часть цветов остается в классе, часть педагоги забирают домой или раздают знакомым. В любом случае букеты радуют глаз максимум неделю-две, а потом отправляются в мусорное ведро. Цветам есть достойная альтернатива. С 2017 года в нашей стране действует благотворительный флешмоб к 1 сентября. Он так и называется «Дети вместо цветов». Школьники дарят учителю по одной розе, а сэкономленные деньги направляют на помощь больным детям. И с года в год в этой акции участвует 16-я школа. Пропустить через себя это сочувствие, но не потерять в то же время значимость праздника, но в то же время понимая, что вместо цветов ты можешь действительно сделать больше полезного и сделать приятное другим ребятам, которые действительно не могут присутствовать на торжественной линейке. Форматы участия в акции разные. В основном это финансовая помощь, которая идет на лечение больных детей. 16-я школа вышла за предложенные рамки. Помогает она пациентам с онкологией, которые лежат в детской областной клинической больнице. Причем участники акции по желанию либо перечисляют через благотворительный фонд пожертвования какому-то конкретному ребенку, либо выбирают им подарки. Мы видим результат, вернее, этой акции. Ребята более трепетно относятся к тем предметам, подаркам, которые они приносят. То есть они стараются уже и упаковать более, чтобы это было приятно получить ребенка, который находится в больнице, какой-то подарок. Сувенир на память. Акция продлится до 10 сентября. Принять неучастие приглашают и горожан. Приносить можно констовары, сувениры, моющиеся игрушки. Список того, что нужно, есть в группе школы номер 16 ВКонтакте. После 10 сентября подарки отвезут в детскую областную больницу. Молодежный центр приглашает свои клубы и объединения. Забязаться можно ежедневно с 23 по 27 августа с 17 до 19 часов. В этом году там будут работать школы КВН, эвент-команда, театральные фотостудии, школа добровольчества. Детей можно отдать на курсы английского языка, нестандартной математики, программирования или скорочтения. Подробности далее. Более 20 секций, студий и объединений будут работать в новом году на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и творческие способности. Большое внимание уделяется творческим ребятам, которые в будущем хотят стать популярными ведущими или актерами. Ваши дети смогут развить свои творческие способности, актерское мастерство, получат возможность выступления на городских мероприятиях, в том числе проведения праздников городского масштаба, а также участия в конкурсах как городских, так и всероссийских и международных. Для тех, кто видит прекрасное во всем и любит фотографировать, в молодежном центре открывается фотостудия «В перспективе». Здесь ребят научат правильно выстраивать кадр, покажут, как позировать и расскажут, как с помощью фотографий развить свои соцсети. Это новое направление. Мы хотим развивать фотографию, чтобы подростки больше знакомились с творчеством, с визуальным. Это сейчас очень важно, потому что мир не представить без соцсетей, а во всех соцсетях нужна картинка. Вот мы и научим их создавать красивую картинку. Для всех желающих поближе познакомиться с программами дополнительного образования с 23 по 27 августа с 17 до 19 часов будут проходить дни открытых дверей. Дополнительную информацию можно получить по телефону 9-91-18 и 9-91-19. Записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на официальном сайте молодежного центра. Уважаемые жители, впервые в городе все цены пополам. Любая пара от белорусской фабрики от 800 до 1300 рублей. Туфли, босоножки, ботинки на любую ногу, в том числе на высокий подъем, широкую стопу и выступающие косточки. Только в пятницу и субботу, 20 и 21 августа в Ледовом дворце. Спешите, таких цен больше не будет. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА